Поздним вечером 22 декабря 1978 года в небольшом городке Шахты на юге России Светлана Гуренкова сидела на остановке в ожидании трамвая. Она заметила пухлинкую девочку, стоявшую на небольшом расстоянии. Та была одета в приметное красное пальто с капюшоном. Внимание Светланы привлекла не столько школьница и ее одежда, сколько ее спутник. Это был высокий седовласый мужчина лет 40, одетый в длинное черное пальто. У него было длинное лицо и нос, он носил большие очки с толстыми стеклами. Но подозрение вызвал не внешний вид мужчины, а то, как он смотрел на девочку и что-то шептал ей. Школьница, похоже, не знала его, но тем не менее заинтересовалась его словами. Через некоторое время мужчина ушел. Вскоре за ним последовала и девочка, выглядевшая счастливой и довольной. В это время подъехал трамвай, и Светлана потеряла пару из виду. Девочку звали Лена Закотного. Она возвращалась из школы, когда встретила мужчину на остановке. Ранее Лена сказала однокласснице, что, возможно, получит импортную жвачку от встреченного ею милого старичка. Возможно, это и побудило ее пойти с мужчиной в его тайный дом, небольшую ветхую мазанку, расположенную в нескольких минутах ходьбы от троллейбусной остановки. Там он совершит страшное надругательство над девочкой, а затем нанесет ей три удара ножом в живот. Когда жертва затихнет, мужчина соберет ее тело и направится к реке Грушевка. Он бросит тело в ледяную воду и посмотрит, как она исчезнет в потоке, не подозревая, что девочка еще жива. Лена Закотного войдет в историю как первая жертва ростовского монстра Андрея Чикатило. Привет, мой любитель пощекотать нервы. Меня зовут Ти и я коллекционер ужасов. Страшные истории, городские легенды, мистика и человеческая жестокость, в которую иногда трудно поверить. Если ты готов окунуться в эту бездну, то следуй за мной. Есть только одно правило. Не оборачивайся. На следующий день после обнаружения тела Лены в реке, Светлана Гуренкова сообщила, что видела девочку с высоким худым мужчиной средних лет в очках и черном пальто. Был вызван милицейский художник, составлен фоторобот подозреваемого. Вечером того же дня сотрудники шахтинской милиции задержали Александра Кравченко, местного жителя, ранее отбывавшего срок за изнасилование и убийство 17-летней девушки. На момент задержания Кравченко было 25 лет, и он никогда не носил очков. Пока Кравченко допрашивали, по городу распространялся фоторобот. Одним из тех, кому он был показан, оказался директор местной горной школы. Внимательно рассмотрев рисунок, он сказал, что тот очень похож на одного из его учителей, Андрея Чикатило. Директора предупредили, чтобы он никому не говорил о том, что опознал рисунок. Позже, прочесывая улицы, примыкающие к реке, два других следователя обнаружили брызги крови на ступеньках небольшой избушки. Они также заметили, что внутри был оставлен включенным свет. После опроса соседей выяснилось, что дом принадлежит Андрею Чикатило. Милиция вызвала его на допрос, но вскоре отпустила, поскольку жена подтвердила его алиби, что весь вечер он был дома. Несмотря на то, что улики против Чикатило были весомыми, Кравченко считался более вероятным подозреваемым, и в итоге от него удалось получить признательные показания. После недолгого судебного разбирательства Кравченко был признан виновным в убийстве Лены Закотновой и приговорен к 15 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Услышав приговор, жители города Шахты подали официальную жалобу на мягкость наказания. Новый судья вынес Кравченко смертный приговор. К моменту казни в 1984 году жертвами настоящего убийцы стали более десятка женщин и детей. Андрей Чикатило родился 6 октября 1936 года в небольшом украинском селе Яблочное. По семейному преданию, ребенок появился на свет в сильную грозу, несвойственную в это время года для этих широт. Есть сведения, что он также родился с признаками гидроцефалии. До 12 лет Андрей страдал ночным недержанием мочи, за что был постоянно бит матерью. В конце 1942 года в Яблочное пришли немцы. Нацисты безжалостно расстреливали жителей деревни, выстраивая их в шеренгу. А через год у Андрея родилась сестра. По некоторым предположениям, мать забеременела после изнасилования немецкими солдатами. Для семьи Чикатило, как и для всего населения Советского Союза, это были тяжелейшие времена. Все ходили пухлые от голода, питались буквально под нужным кормом. У Андрея тогда появился главный страх всей жизни – быть съеденным. Именно такая участь, по словам матери Андрея, постигла его старшего брата Степана, которого похитили и съели обезумевшие от голода соседи. Существует версия, что мальчика на самом деле съели его собственные родственники, но достоверного подтверждения у нее нет. У Чикатило было мало друзей, и его постоянно дразнили. Он плохо видел, но, опасаясь, что ношение очков приведет к еще большим насмешкам, он отказывался признать, что они ему нужны. Прошло почти 20 лет, прежде чем он надел свою первую оправу. Когда Андрей достиг подросткового возраста, дразнить его перестали. Он стал выше и сильнее, приобрел репутацию начитанного человека с отличной памятью. К 16 годам он стал редактором школьной газеты, что придавало ему дополнительный авторитет. В то же время его социальные навыки практически отсутствовали, особенно в общении с женщинами. Повзрослев, он стал более уверенно вести себя с женщинами, но несколько первых попыток заняться сексом закончились неудачей. Через несколько лет после окончания службы в армии он переехал в Ростовскую область и быстро нашел работу инженера-телефониста. Его сестра Татьяна познакомила Андрея с женщиной по имени Фаина. Между ними завязались отношения, и в 1963 году они поженились. Фаина быстро поняла, что ее новый муж не испытывает никакого интереса к близости. Она посчитала это не более чем сильной застенчивостью и в конце концов сумела склонить его к половому акту. В итоге у них родилось двое детей. Девочка Людмила и мальчик Юрий. Вскоре после женитьбы Чикатило получил дипломы по специальностям русская литература, инженерное дело и марксизм-ленинизм. С этими знаниями Андрей стал работать преподавателем в училище, но карьера практически сразу не задалась. Его постоянно унижали и высмеивали не только ученики, но и другие сотрудники, считавшие его странным. Несмотря на отсутствие успеха, Чикатило остался на преподавательской работе. Позже он признался, что общество маленьких детей вызывало у него возбуждение. В последующие годы то, что началось с простого у аэризма возле школьных туалетов переросло в непристойные домогательства до учеников как мужского, так и женского пола. Когда родители начали жаловаться, Чикатило был вынужден уволиться и перейти в другие школы. В одной из таких школ Чикатило был назначен ответственным за общежитие для мальчиков. Как обычно, подопечные его игнорировали или откровенно дразнили. Спустя несколько месяцев после того, как он был пойман за попыткой домогательств к спящему мальчику, на него напали и избили несколько старшеклассников. С этого момента Чикатило стал носить с собой нож. В 1978 году Чикатило перевез свою семью в шахты. Вскоре он купил домик-мазанку у реки и заманил в нее свою первую жертву. После снятия с себя подозрений в убийстве Лены Закотного, Андрей Чикатило продолжил преподавать, пока в 1981 году его не сократили. Не найдя другой работы, он устроился снабженцем в местный комбинат. Работа предполагала поездки в другие регионы страны для поиска и закупки материалов для завода. Периоды отсутствия дома давали ему достаточно времени для поиска новых жертв. Через полгода он снова убил. Лариса Ткаченко была совершенно не похожа на тех девушек, с которыми Чикатило привык иметь дело. В свои 17 лет она выглядела старше ровесниц и, к тому же, имела большой сексуальный опыт. Сбежав из интерната, Лариса встретила своего убийцу на автобусной остановке возле ростовской библиотеки. Она привыкла встречаться с молодыми солдатами и не возражала против обмена сексуальных услуг на еду и выпивку. Поэтому, когда к ней обратился Андрей Чикатило с подобным предложением, она, не раздумывая, пошла с ним. Он привел ее в безлюдный лесок и, не сдержавшись, стал срывать с нее одежду. Лариса, как бы ни была опытна, запаниковала и попыталась отбиться от него. Чикатило быстро одолел ее и стал бить кулаками по голове. Когда она закричала, он забил ей рот грязью и задушил. Позже он рассказал милиционерам, что танцевал от радости вокруг трупа, пока не успокоился настолько, чтобы накрыть тело ветками и спрятать одежду. Ларису нашли на следующий день. Чикатило был счастлив. Если первая жертва оставила его разочарованным и растерянным, то вторая вызывала аппетит, который трудно было удовлетворить. В июне, находясь в очередной командировке в станице Заплавская, он убил 13-летнюю Любу Бирюк, проследив за ней от автобусной остановки. После неудачной попытки изнасилования он достал нож и нанес ей множественные удары, в том числе несколько ранений в глаза. Из-за теплой летней погоды ее тело было почти скелетом. Когда его нашли всего через две недели. В течение следующего года Чикатило убил еще шесть человек. Одного в июле, двух в сентябре и одного в декабре. Новые убийства несколько отличались друг от друга. Две жертвы были молодыми мужчинами, что должно было привести милицию в замешательство. Не имея практически никакого опыта в серийных убийствах и работая в условиях режима, который отказывался признать, что в Советском Союзе возможны подобные преступления, милиция начала искать двух разных преступников. Еще больше запутывало дело то, что две жертвы были убиты за пределами Ростовской области. Несмотря на то, что места преступления и способы смерти были поразительно похожи, связь между ними не была установлена. После убийства еще одной десятилетней девочки в декабре Чикатило не убивал полгода. Следующей его жертвой стала 15-летняя Лаура Саркисян, тело которой было найдено лишь спустя годы, когда маньяк сам привел милицию к ее могиле. Этот застенчивый и бессильный человек быстро научился тщательно выбирать жертв. Путешествия приводили его на железнодорожные и автовокзалы, где ему удавалось уговорить молодых скитальцев обоих полов пойти с ним. Чаще всего это были обещания еды или других подобных лакомств, которые заманивали в уединенные лесные массивы. В некоторых случаях жертвы заранее предлагали секс-услуги. В любом случае, если они шли с ним, то были обречены. До конца лета на счету Чикатило были еще три жертвы. Это 24-летняя Люда Кутюба, неустановленная женщина в возрасте от 18 до 25 лет, и 7-летний мальчик Игорь Гудков, который был зверски зарезан. Московская милиция, обеспокоенная количеством погибших детей, направила в Ростов майора Михаила Фетисова со своей группой для проведения расследования. Вскоре после прибытия Фетисов ознакомился с ситуацией и направил начальству Москву язвительный доклад, в котором критиковал некомпетентность местной милиции и предполагал, что все шесть убийств делало рук одного человека, помешанного на сексе. Московское начальство неохотно согласилось с его выводами, но не стало называть преступника серийным убийцей, так как считало, что это чисто западное явление, невозможное в русской культуре. Поскольку большинство убийств происходило в районе Ростова, в частности в шахтах, Фетисов и его заместитель Владимир Колесников решили создать специальный отряд, который бы сосредоточил свое расследование именно на этом районе. Руководителем отряда Фетисов выбрал Виктора Буракова, опытного эксперта-криминалиста, которого многие считали самым талантливым следователем в отделе. Поскольку большинство трупов было найдено в лесных массивах, дело получило неофициальное название «Лесополоса» или «Убийство в лесной полосе». Работа была долгой и трудной, поскольку у каждого человека, подходящего под заданные критерии, необходимо было опросить, проверить его передвижение и взять образцы крови для сравнения. Образцы спермы, взятые у жертв, показали, что у убийцы была четвертая группа крови. Если кто-то из подозреваемых совпадал, то его задерживали для дальнейшего допроса, а тех, кто не совпадал, отпускали. В отсутствие компьютеров данные переписывались от руки на карточке и хранились в коробках. На одной из карточек было записано, что Андрей Романович Чикатило был допрошен, но отпущен, так как его группа крови не совпала. В то же время число убийств росло с ужасающей скоростью. С января по сентябрь было совершено 15 новых убийств, причем 11 из них только за летний период. Бураков выделил дополнительных людей для патрулирования автобусных, трамвайных и железнодорожных остановок. Одним из таких мест, которому уделялось больше всего внимания, был автовокзал Ростова. Он был не только самым оживленным в округе, но и местом обнаружения последних двух тел. Патрулировать территорию вокзала было поручено Александру Заносовскому, участковому инспектору, хорошо знавшему это место. К концу одному из первых дней наблюдения, Заносовский заприметил мужчину средних лет, в очках, который бесцельно бродя по толпе, обращал особое внимание на молодых девушек. Понаблюдав за ним некоторое время, патрульный подошел к нему и попросил предъявить документы. Мужчина, видимо, занервничал и сказал инспектору, что уехал в командировку и возвращается домой. Заносовский внимательно изучил документы, в том числе красное удостоверение, по которому мужчина был признан внештатным сотрудником УВД, подразделения КГБ. Убедившись, что все в порядке, милиционер отдал документы, извинился за беспокойство и ушел. Но у Заносовского возникло тревожное ощущение, что этот человек, Андрей Чикатило, что-то скрывает. Через несколько недель участковый в компании с другим сотрудником милиции снова патрулировал автовокзал. Оба были одеты в уличную одежду. Поздно вечером, когда они уже заканчивали смену, Заносовский снова увидел Чикатило. Тот подходил к женщинам разного возраста и пытался завязать с ними разговор. Часто он получал отпор, но не успокаиваясь, продолжал подходить к другим. Преследование продолжилось в ресторанах, барах и на вокзале. Всю дорогу Чикатило думал только об одном – поговорить с женщинами. В какой-то момент он удобно устроился в кресле и задремал на два часа. Проснувшись, он вернулся к прежним занятиям, а за ним последовали милиционеры. Через некоторое время к нему подсела молодая женщина и завязала разговор. В конце концов она положила голову ему на колени, Чикатило просунул руку в блузку и стал ее ласкать. Девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не возражала. Маньяк выглядел раскрасневшимся от возбуждения. Через несколько минут девушка поднялась, грубо с ним поговорила и вскоре они расстались. Заносовский не мог больше ждать, он подошел к Чикатило и снова попросил у него документы. Узнав, что за ним уже давно наблюдают и он арестован, Чикатило был потрясен и начал обильно потеть. Затем Заносовский попросил показать ему содержимое портфеля. В нем оказались веревка, баночка с вазелином и нож. После проверки выяснилось, что Чикатило находится под следствием за кражу рулона линолеума и автомобильного аккумулятора с завода, где он работал снабженцем. Обвинение в краже госимущества считалось тяжким преступлением и означало, что следователи могли держать его в тюрьме столько месяцев, сколько потребуется для детальной проверки его биографии. Милиционеры узнали о его пристрастии к детям, особенно к девочкам. Были раскрыты инциденты в школе, акты вуаеризма и сексуальное нападение на мальчика в общежитии. Несколько человек, живших поблизости от его тайной мазанки, сообщили, что он использовал ее для встреч с проститутками. Казалось бы, все указывало на то, что он может быть тем самым убийцей, которого ищут, пока у него не взяли образец крови на анализ. Оказалось, что у него не четвертая, а вторая группа крови. Но как это возможно? Дело в том, что Чикатило принадлежал к меньшинству, известному как Несекреты, чья группа крови не может быть определена ничем, кроме образца крови. Поскольку полиция располагала только образцом спермы, а не крови с места преступления, Чикатило удалось избежать подозрений в убийстве. Современные сложные методы анализа ДНК не подвержены подобным ошибкам. После освобождения Чикатило устроился работать камевоежером в железнодорожную компанию, расположенную в Ночеркасске. И до августа 1985 года, когда он убил двух женщин в разных местах, ему удавалось оставаться незаметным. Нападения, казалось бы, прекратились, и милиционеры предположили, что их объект, возможно, перестал убивать, попал в тюрьму за другие преступления или умер. Однако в начале 1988 года Чикатило вновь возобновил охоту. Причем большинство убийств происходило за пределами Ростова. В течение последующих двух лет число жертв увеличилось еще на 19 человек, и судя по всему, убийца все чаще шел на риск, выбирая в основном молодых парней и часто совершая убийства в общественных местах. С целью поимки убийцы было усилено общее патрулирование, а Бураков отправил в предполагаемые районы сотрудников под прикрытием. Несколько раз Чикатило удавалось избежать поимки, но 6 ноября 1990 года после убийства последней жертвы, Светой Коростик, его остановили патрульные и записали данные. Имя связали с предыдущим арестом, из-за Чикатило установили наблюдение. Андрея арестовали 20 ноября из-за подозрительного поведения, но сначала он отказался признаться в совершенных преступлениях. Бураков попросил психиатра побеседовать с Чикатило под предлогом изучения сознания убийцы. Маньяк, явно польщенный таким подходом, разоткровенничался с врачом и подробно рассказал обо всех убийствах и даже привел милицию на место ранее необнаруженных трупов. Он утверждал, что лишил жизни 56 жертв, хотя достоверно подтвердить удалось только 53 из них. Эта цифра значительно превышала 36 случаев, которые полиции первоначально приписывала серийному убийце. Признанный вменяемым, Чикатило предстал перед судом 14 апреля 1992 года и на протяжении всего процесса находился в железной клетке, призванной оградить от родственников его многочисленных жертв. Поведение в суде варьировалось от скучающего до маниакального, он пел и говорил тарабарщину, а в какой-то момент даже сбросил брюки, размахивая гениталиями перед собравшейся толпой. Судья был не слишком беспристрастен, часто перечил адвокату Чикатило и было ясно, что судьба Чикатило предрешена. Он был признан виновным по 52 из 53 обвинений в убийстве и приговорен к смертной казни за каждое из этих убийств. Андрей Чикатило был казнен 14 февраля 1994 года выстрелом в затылок. Так закончилась история страшного убийцы, чья фамилия стала нарицательной. Если ты встретишь такого монстра, то беги и не оборачивайся. Хочешь больше мистических историй, тогда подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео, а в комментариях пиши, о каком маньяке ты бы хотел услышать. Это был Ти, пока.